Приветствую вас, дорогая церковь! Сегодняшнее обращение в большей степени будет направлено к нашим женщинам, к матерям нашим, к женам нашим, к тем сестрам, которые взяли на себя такую ответственность перед Богом и стали женами для их мужей. Хочу прочитать 31 главу притч с 10 по 31 стих. Я постараюсь сделать это быстро и постараюсь передать то, что написано в Писании. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силой чересла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Светильник ее не гаснет и ночью протягивает руки свои к прялке и перст ее берутся за вертину. Ладонь свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессоны, пурпур одежды. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепости красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и уважают ее, муж и хвалят ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Хотя это притчи написаны в свете и того времени, да, правил и устоев, традиции Востока, но все же, читая это послание, мы видим и реально являемся свидетелями от того, что женщины делают в нашей жизни. Они рано встают, они заботятся о детях, о том, что приготовили, что дать с собой. Многие эти вещи, чем занимается добродетельная жена, для нас, как для мужчин, они просто закрыты, потому что Бог им это открыл. И очень важно нам сегодня, как мужчинам, разделять с ними это. Благодарить Бога за то, что мы имеем такие прекрасные подарки. Это наших жен, эти немощнейшие сосуды. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Жена, боящаяся Господа. Она достойна хвалы. Спасибо вам, дорогие наши сестры, что вы есть у нас. Мы благодарим Бога за то, что Бог подарил нам вас, и вы можете заботиться о том домашнем уюте, вы можете заботиться о том, чтобы все были сыты, вы можете заботиться о том, чтобы, возвращаясь домой, мы знаем, что нас там ждут. Хочу поблагодарить вас за этот добрый тыл, который вы даете нам силой Божией, и не жалея своих сил. Пусть Бог вас в этом благословит. Также хочу обратиться к мужчинам, чтобы мы ценили те подарки от Бога, которые Бог нам подарил, чтобы мы говорили не только добрые слова, но и наши добрые дела были в жизни наших жен. Пусть Бог нас в этом благословит и поможет нам, братья. Таким было сегодняшнее мое послание, вернее, послание того, чтобы Бог оставил нас по отношению наших жен. Пусть Бог благословит нас обильно, пусть семьи наши крепнут в Иисусе Христе, наполняем землю детьми и проповедуем Евангелие, не стыдясь благовестнее Христова. Аминь.